Ну что ж, 11 часов, пора начинать. Что, уже 5 минут 12-го даже, да? Шведская пунктуальность не та, какой она была когда-то. Надеюсь, что вы вчера хорошо поужинали. Замечательно. Итак, после вчерашнего широкого анализа фундаментальных проблем, связанных с координацией, сотрудничеством в обществе, и с теоретической точки зрения, и отчасти с практической точки зрения, с точки зрения того, как реализуется гражданское общество в Швеции, и с точки зрения того, какие реформы видят шведы в своем обществе, так вот сегодня мы переходим к чему-то тому, к чему имеете отношение и вы, а именно роль гражданского общества в функционировании общества. Мне очень приятно представить Ларса Треггарда, одного из выдающихся специалистов в этой области. Этот человек может шведскую ситуацию оценить как-то и со стороны, потому что надолгое время жил в США. Он расскажет нам о гражданском обществе в Швеции. У нас час, ну, примерно 45 минут на презентацию, и там где-то 20 минут на вопросы. Пожалуйста, Ларс. Спасибо, все работает, меня слышно. Я, да, да, я должен вас слышать, совершенно верно. Спасибо, что пригласили. Я выступал перед аналогичной группой в прошлом году, это были ваши коллеги, поэтому мне приятно снова быть с вами. Я родился и вырос в Швеции, но большую часть своей жизни провел за пределами Швеции, поэтому у меня, так сказать, цветовой такой опыт, разноцветный. Я много жил в США, но и в Германии тоже, и в России, кстати. Поэтому для меня Швеция стала все более и более интересной по мере того, как я смотрю на нее со стороны. Я хочу подчеркнуть в ходе своего выступления, как странно выглядит Швеция и как она отличается от других стран. Шведы иногда считают, что это нормальное общество. Ну, конечно, многие люди хотят думать о себе, как о, так сказать, нормальном явлении. Но вот на самом деле шведы достаточно странные, как общество, и это очень интересно. И об этом я хотел бы с вами сегодня поговорить. Не только с точки зрения гражданского общества, но и в более широком плане. Вот можно поговорить о северной модели или о шведской модели. Я думаю, что нужно также еще сказать, что я хочу вам что-то показать вам для начала. В общем, тут вы можете потом посмотреть. Это книжка, это государство, гражданское общество, шведская модель. И я в этой книге пару частей написал. Если вам интересно, значит, вот можете заглянуть в эту книгу. И еще это «Северный путь». Это для «Даводской встречи» была подготовлена книга два года тому назад. Там проходил экономический форум. И вот тут какие-то экономические вопросы освещаются. Вот еще есть публикации. Это «Экономист», журнал «Экономист». Речь идет о супермодели. Вот шведская идея модели здесь отражена. И это, так сказать, дает вам возможность оценить ситуацию в широком смысле. А это то, чем я горжусь. Здесь я редактировал раздел, посвященный шведскому гражданскому обществу. Родину, да, это для тех, кто, естественно, желает прочитать это на русском, это тоже возможно. Ну вот, это для начала. О чем хочу с вами говорить. Гражданское общество, прежде всего. Но что интересно в Швеции и северных странах? Они характеризуются тем, что это такое рыночно-живое общество. И экономист именно так пишет о Швеции. Это с одной стороны. Но с другой стороны, это ведь большие государства, такого всеобщего благоденствия. И тут есть либеральное понимание шведов, как это суперкапиталисты, с одной стороны. А с другой стороны, есть другая точка зрения. Шведы, это, в общем-то, по крайней мере, социал-демократическое общество. И вот эти две вещи, как-то они взаимодействуют между собой. Есть и третья характеристика, о котором часто забывают. И вот Швецию часто характеризуют, как такое живое, пульсирующее гражданское общество. Это удивляет. И тут возникает некая теоретическая задача. Существует много теоретиков, которые говорят, что эти три понятия, то есть мощный рынок, крупный, сильный государственный сектор и живое гражданское общество, в каком-то смысле эти вот вещи не должны сосуществовать. Если у вас сильное государство, значит, оно как бы подавляет гражданское общество и рынок. Если у вас живой рынок, значит, предполагается, что роль государства мала. И вот возникает некий вопрос, как, собственно говоря, в этих обществах, ну и в частности в Швеции, можно иметь все эти три категории. И об этом я, в общем-то, вот и хочу поговорить. Сейчас. Так, вот работает у нас. Значит, век гражданского общества. С этого мы начинаем. Ну, вы, так сказать, представляете Восточную Европу, где произошло много событий в последнее время. Гражданское общество – это концепция, которая существовала уже, собственно, много веков тому назад. Но вот в современном понимании эта идея возникла относительно недавно. И она имеет отношение и к Восточной Европе, и к Латинской Америке, где в разном контексте люди реагируют на давление со стороны государства, когда государство может быть не очень демократичное, а, скажем, авторитарное. Может быть, это даже диктатура того или иного типа. И вот гражданское общество в этом контексте, оно означает оппозицию со стороны общества, со стороны народа. Оппозицию относительно режима, политического, экономического и социального режима, который является репрессивным относительно свободы. И гражданское общество в этом контексте ассоциируется со многими хорошими вещами. Там, свобода, демократия. И отсюда глобальное понимание гражданского общества, которое активно себя проявляет в последние десятилетия. Ну, во всем мире мы сейчас говорим о развитии, о политическом, о демократизации, но и об экономическом развитии. И речь идет о более свободной экономической системе. И вот мы видим, как часто гражданское общество пробуждается и является двигательной силой, которая поддерживает экономические и политические инновации. Итак, гражданское общество в этом отношении стало неким таким словом, которое является исключительно позитивным, оно несет позитивную коннотацию. Это такое милое слово, словосочетание. То есть, там очень много положительной атрибутики в этом понятии. И даже концепция становится слегка перегруженной. Идея эта перегружена, хотя это, наверное, совершенно не требуется на самом деле. Тут можно говорить о государстве, о государственных институтах, то есть, общество, конечно же, остается основой для существующих институтов, для верховенства права, при этом общество существует в рыночной экономике. В теоретическом отношении популярность идеи гражданского общества она слегка размывает теоретическое содержание этой идеи. Хочу сказать теперь несколько слов о Швеции. Я уже сказал, что вот есть некая идея шведской модели. И возникает вопрос об исключительности северных стран. В северные страны... Ну, про исключительность, когда я говорю, я не имею в виду, что это уже так намного лучше, но просто это как-то вот иначе представлено. Что можно сказать о северных странах? В чем их исключительность заключается? Здесь два слайда, которые я хочу вам показать, которые так или иначе говорят вам об особенности северных стран. Здесь речь идет о социальном доверии. И эти данные, я о них сейчас расскажу поподробнее, но вот они измеряют доверие общества. Это такой классический вопрос, который часто задается в течение многих десятилетий, там еще с 50-х годов прошлого века, и это началось в США. Это вот очень простой вопрос. А выбор между двумя вариантами? То есть первый вопрос. Доверяете ли вы другим людям? А второй вариант? Нужно быть осторожным в общениях с другими людьми. То есть вот доверие с одной стороны, с другой стороны не доверие. Как делится мир в этом отношении, исходя из этого постулата? Давайте посмотрим. Здесь в основном Европейский Союз показан на этом графике. Это не так важно, потому что тут, в общем-то, сходство наблюдается. Но это так или иначе Европа и даже Европейский Союз. Давайте посмотрим. Это шкала от нуля до 80. 80 – это процент населения, который ответил на этот вопрос. Это люди, которые доверяют. Давайте посмотрим. Великобритания на пятом месте. Со шведской точки зрения Великобритания практически такая же страна. Так как Швеция – старая демократия, рыночное общество, все такое. Дальше, смотрите, 30 – 30, да? Вот столько говорят, что они доверяют другим людям. Это относится и к США. Вот Франция, пожалуйста. Тоже старая демократия. Смотрите, 20% с небольшим. Ваши ближайшие соседи – поляки – 10%. Ну, вот видите, тут от 10 до 35 – этот диапазон. Многие страны сюда попадают, в эту именно зону. Нельзя сказать, что эти цифры уж не нормальные такие. А вот что странно, вот эти страны, которые наверху. Мы сопоставляем данные. В данном случае мы видим колоссальную разницу. Есть и другие показатели, которые имеют отношение к экономике. Там изменения небольшие. Там спектр достаточно узкий. Но когда мы говорим о доверии, мы вдруг видим колоссальную разницу. Вот эти страны. Что это за страны? А это северные страны. Сюда же попала Голландия. Можно ее отнести к северным странам. Вот смотрите, 60. В одном случае это даже за 70%. Ну, я не знаю. Это Дания. Смотрите, Швеция вот здесь. 65. Это очень существенная цифра. Она очень важна. Это у меня телефон звонит. Перейдется его отключить. Прошу прощения. Чем важен показатель высокого доверия? Эти цифры, которые мы видим здесь, они не просто важны для доверия между людьми. Речь идет о доверии к институтам тоже, политическим институтам, скажем, политические партии, парламент, а также вера в рыночные институты, компании, например, или гражданское общество. Так вот, эти показатели гораздо выше в этих странах. Что это означает? Что эти страны могут выиграть от этого и в социальной, и в экономической, и в политической сферах. Ну, вот я купил мой дом в Соединенных Штатах. И в результате вот у меня была такая пачка правовых документов размером с книгу примерно. Ну, мне пришлось истратить много денег и времени. А в Швеции, когда я покупал собственность, было две страницы всего. Все документы составили две страницы. Вот вам разница. Вот вам количество документов в одной стране. А это значит, что ты не доверяешь, либо тому, у кого ты покупаешь, либо ты не доверяешь системе, которая регулирует твое приобретение собственности. Преимущество доверия свидетельствует о том, и это имеет отношение, конечно же, к Швеции, где солидарность чрезвычайно важна. И мы говорим здесь о социально-демократической идее. Швеция – это эгалитарная страна, это сильное государство и так далее. Вот вам другие данные. Это верховенство права, коррупция. Ну, здесь показаны простые достаточно данные. Они просто показывают взаимоотношения, которые связывают верховенство права с доверием. Вот северные страны в эту зону попадают. И, соответственно, коррупция, что является собой обратную сторону верховенства права. Вот это коррелируется с равенством, с равенством между полами, что является принципиальным аспектом, о чем я сейчас поговорю отдельно. Итак, вера, доверие чрезвычайно важны. А это еще не все. Есть и другие данные, которые, может быть, не так важны в социальном отношении. Но вот мы говорим о личности, об индивидуальности человек – это первичная единица в обществе. И здесь, с этой точки зрения, у нас тоже есть большая разница между Швецией и другими странами. Вот это карта ценностей. Это всемирный такой анализ был произведен. С начала 80-х годов эти показатели собирались. И вот замеряются тут практически все страны мира. Эта карта показывает вам два измерения, которые показывают наличие или отсутствие индивидуализации или индивидуальных ценностей в разных странах. Выживаемость слева, самовыражение справа. Соответственно, в бедных странах вы озабочены необходимостью жить на таком примитивном уровне. Вас интересует здоровье, кровь над головой и так далее. А если страна богата, значит, вы уже можете думать о себе, о вашей карьере, о реализации своих каких-то желаний в жизни. Вот о чем здесь речь. Дальше. Традиционные ценности вот здесь. Это рациональные, светские ценности там. Традиционные ценности. Это семья, церковь, религия, страна в центре. Это твоя нравственная вселенная. Когда ты принимаешь решения, связанные с твоей жизнью, вот ты отталкиваешься от этих ценностей. И принимаешь решения по жизни. Семейные ценности, повторяю. Религия, патриотизм. Это такие центрально значимые вещи. И вы соответствующим образом смотрите на общество. И вот религиозное общество, семья, страна и дальше ее индивидуальность. И вот эти ценности, они существенно отличаются после революции, которые привели к современной либерально-политическим теориям и классической экономической теории. Что здесь есть общего? Дело в том, что человек – это фундаментальная основа общества, единица общества. Давайте посмотрим на эту карту. Соединенные Штаты находятся здесь. Это страна, где я провел много времени. Вот здесь у них хороший результат. Но если вы посмотрите сюда, тут больше традиционного, чем можно было бы ожидать. Ну, если вы знаете Соединенные Штаты, вас это не должно удивлять. Семейные ценности, религии в Америке, патриотизм для них это важно. Но, несмотря на общее восприятие США, ну, это земля индивидуализма ведь, да? Но, с другой стороны, там есть некий социальный, общественный порядок. По контрасту. Посмотрим на Швецию. Швеция вот здесь наверху, в правом верхнем углу, занимает исключительное положение и по левой шкале, по вертикальной шкале и по горизонтальной шкале. Это интересный парадокс, который определяет, так сказать, общественный договор в северных странах, включая Швецию. Интересный акцент и на социальном доверии делается, и на индивидуальности. Это надо иметь в виду, если вы хотите понять, как живут в северных странах. Итак, ну, об обществе социального обеспечения, социального влаганинства вы уже говорили. Мы здесь видим вот некий простой треугольник. Это взаимоотношения между силами в этой государстве. Ну, ключевой игрок – это само государство, человек, а здесь семья, гражданское общество, эти общие ценности. Давайте посмотрим в США. Казаная Картова в американской политической дискуссии – это, с одной стороны, личность, то есть права личности, права, которые направлены против государства, то есть свобода от государства. С другой стороны, семейные ценности, автономия, гражданское общество – это очень, так сказать, положительно для свободы. Государство в американском случае всегда оценивается с неким подозрением. Это потенциальная угроза для свободы личности, да и для свободы гражданского общества. Швеция, по контрасту, здесь, вот, скорее, находится в этом основании, в этой стороне треугольника. И этот порядок, такой государственный индивидуализм, роль государства максимизирует автономию и свободу личности в контексте эгалитарного порядка. Нельзя сказать, что Швеция против гражданского общества или против семейных ценностей. Нет, это, конечно, глупо было бы так сказать. Семья чрезвычайно важна в Швеции, равно как и гражданскому обществу, но важно, что современная шведская семья, она сама, современная шведская семья, она состоит, обычно это мужчина и женщина, не всегда, но оба они работают, оба члена семьи работают, они экономически оба независимы. Бывает, конечно, что женщины зависят от мужчины экономическими, но все-таки в основном работают оба представителя семьи, и у женщины должно быть достаточно ресурсов, чтобы выбросить из своей жизни вот этого негодяя и злодея, если, собственно говоря, это понадобится. Об этом говорит статистика разводов, кстати говоря. Вопрос прав детей из Швеции была первая сторона, где был принят закон против физического наказания детей, чтобы их не шлепали. Здесь же важен вопрос, как мы относимся к пожилым людям. В 70-е годы в Швеции было изменено много, чтобы повысить ответственность относительно пожилых людей, и эту ответственность несут не только семьи, но и общественный сектор. Вам может показаться, что это бессердечно, но в частности в Швеции пожилые люди, от кого они хотят зависеть? От своих детей или от государства? Так вот, большинство скажет, что они предпочитают зависеть от государства, от общественного сектора, от общественных институтов. Возникнет вопрос, почему? Что это такое? Какая тут, собственно говоря, может быть теория, что уж дети такие жуткие, что родители не хотят, чтобы они заботились о них в старости? Не так. Дело обстоит не так. Можно ведь вопрос поставить по-другому. Хотите ли вы, чтобы ваши дети навещали вас? Все скажут да. Не то, что они не хотят взаимоотношений со своими детьми, они просто не хотят, чтобы эти взаимоотношения были построены на зависимости. Они хотят, чтобы эти отношения носили добровольный характер, и они были основаны на свободе и равенстве. Вот вам шведская теория любви, которая предполагает, что подлинные взаимоотношения между людьми возможны, только если вы автономны, независимы и равны в ваших отношениях с другим человеком. Как только это равновесие нарушается, отношения портятся. Откуда вы знаете, что ваша жена хочет с вами остаться, если она зависит от вас в финансовом отношении? Вот вам шведская теория любви. Она имеет отношение к каким-то институциональным соглашениям. В Швеции с 70-х годов есть жесткий закон, который говорит об индивидуальном налогообложении. Вы не облагаете налогами семью, и это здорово стимулирует экономику, а именно женщины, шведские женщины, они все активнее приходят на рынок труда. И, соответственно, работают и женщины, и мужчины, и они облагаются налогами, и это является стимулом для работы и мужчин, и женщин. И, в общем, это своего рода революция того, как мужчина и женщина делят рынок труда. Таким образом, если рассмотреть или совершить небольшой исторический экскурс в историю сегодняшнего порядка, мне бы хотелось определить основные черты потомных обществ, в частности, где государство воспринималось другом маленького человека, в частности, шведского крестьянства. Кстати, в Швеции не было крепостного права, и крестьянское сословие было представлено в структуре монархического устройства, зачастую выступая противовесом феодалов. В каком-то смысле это даже имеет параллель с риторикой российского самодержавия о существовании великого духовного моста между царем и крестьянством, стоит только разницей, что эта формула в Российской империи так и не была реализована. Швеция в этом контексте интересна, потому что именно здесь, в Европе, мы видим как раз-таки сословное представительство и политические права этого сословия, что в известном смысле лежит в основе современного шведского эгалитаризма. Кроме того, следует отметить протестантскую традицию и наследство протестантизма как религиозных конфессий. И тут мы можем интересные сопоставления проводить и с русским православием. Но говоря о протестантской традиции, мы говорим в первую очередь о примате личности в отношениях с Господом. И подразумевает также индивидуальное прочтение Писания, Священного Писания, а значит, обязательную грамотность. Более того, лютеранская церковь принимает государство или короля в качестве своего главы. Наконец, нортическая семейная культура и история во многом отличается от структуры семейных отношений в Восточной или Южной Европе. То есть речь идет о более поздних браках, чем, например, в Южной Европе. И возраст, брачующихся в Южной Европе, был обычно ниже, чем на Севере Европы. Что, в общем-то, всегда ставило женщин в более зависимое положение. Если воспринять и рассмотреть эти контексты с точки зрения гражданского общества, я уже говорил об этатизме, о взаимоотношениях между гражданином и государством, что в известном смысле ставит вопрос о гражданском обществе в интересное положение. Потому что если в ряде стран, как, например, в Соединенных Штатах, в Нидерландах или в Германии, где институты гражданского общества всегда играли гораздо более центральную роль в вопросах социального обеспечения или образования, или здравоохранения, роль на Севере Европы, в частности, в Швеции, ось между гражданами и государством была настолько сильной, не привело ли это к своего рода выхолощиванию гражданского общества, не привело ли это к атомизированию граждан. Так, между прочим, иногда воспринимают Швецию, так иногда рисуют Швецию ее критики. Однако я бы не согласился с этим, утвердив, что гражданское общество в Швеции достаточно велико. Другое дело, что можно сказать, что в шведской истории мы наблюдаем своего рода гражданскую войну в гражданском обществе Швеции. И в конце 19-го столетия классическое оппозиционное гражданское общество, как, например, в примере Восточной Европы или России, которое боролось за демократизацию шведской политической системы, и, в частности, за свободу ассоциаций и объединений. Эта фаза конца 19-го века оттенялась интересной особенностью. Эти группы, эти организации гражданского общества имели достаточно благоприятный или положительный образ государства, которое не выступало неприятелем или врагом государства, а скорее пыталось подвинуть или служить стимулом для государственных реформ. Что это означало? Это означало, что организации гражданского общества в таком политическом или социальном контексте были очень важны для еще одного фрагмента гражданского общества, который стал гораздо более типичным по англосаксонской модели, а именно религиозные, благотворительные, филантропические организации, то есть хребета гражданского общества, и это произошло в Швеции уже в 20 веке. Тем не менее, социальное движение в Швеции в первую очередь, как я уже говорил, основано было на влиянии на государство, а не противодействии государству. И при этом во многом социальные организации, организации гражданского общества работали на то, чтобы функции государства выполнялись таким образом, чтобы нужда в благотворительных, например, организациях отпала. Речь шла о социальных правах. Социальные права таким образом противопоставлялись благотворительности, и в государственном, в гражданском обществе мы видим эту своего рода войну или конфликт между различными тенденциями в истории шведского гражданского общества. Это, кстати, относится и к религиозным организациям. Принимая во внимание вышесказанное, зададимся вопросом, заключительным вопросом. принимая во внимание существование этого государственного или общественного договора в Швеции, можем ли мы выделить как таковую концепцию шведского гражданского общества, которая, конечно же, не может не быть связанным с этим общественным договором. Давайте рассмотрим пять категорий, в которых мы можем видеть различия между гражданскими обществами в разных странах мира. Первое, это, конечно, вопрос размера или размера шведского гражданского общества. И здесь у меня нет данных на этом слайде, но поверьте мне на слово, шведское гражданское общество очень велико в классическом понимании по числу организаций и членов. Например, согласно исследованию, проведенному университетом Джона Гопкинса, можно его измерять по числу членов добровольческих услуг или личного участия, есть различные инструменты измерения размеров гражданского общества, но очевидно, что шведское гражданское общество относится к странам с наиболее высоким уровнем гражданского участия, что, пожалуй, не самое важное обстоятельство, хотя и существенное. Пожалуй, в первую очередь следует говорить о составе гражданского общества. И здесь, если, например, сравнивать США и Швецию, то тогда, как в США значительная часть гражданского общества содержит так называемый некоммерческий сектор, что включает различные религиозные организации, ту же благотворительность, филантропию, то это в США выступает, безусловно, локомотивом американского гражданского общества, где мы наблюдали наибольший рост, начиная с окончания Второй мировой войны, в Швеции, напротив, этот сектор очень невелик. Здесь мы говорим, в первую очередь, об услугах, потому что в США эта часть, некоммерческая часть, во многом эксплуатируется и ведет себя как социально ориентированное государство, как государство в государстве. Много из этих американских организаций предоставляют огромный спектр услуг. У них свои школы, больницы, дома престарелых и много других функций. Они очень социально значимы. Значимость религиозных, например, организаций означает, что американцы предлагают эти организации гораздо больший диапазон, скажем так, услуг, чего, например, не наблюдается в случае шведских религиозных организаций. Поэтому они, может быть, менее и апеллируют к гражданам. Поэтому в случае Швеции мы говорим в первую очередь об организациях тесно связанных с местными сообществами и в том числе и работе в собственно политике. Это то, где имеет значение гражданское общество в Швеции. То есть с точки зрения непосредственных услуг шведское гражданское общество гораздо менее активно по сравнению с Соединенными Штатами. Экономическая структура гражданского общества в Швеции парадоксальным образом вовсе не основана на государственных финансах, как иногда считается или как говорят критики Швеции. Здесь, пожалуй, больше дохода и большую часть доходов образуется вследствие членских взносов и жертвований, чем государственных ансигнований. Нравственная логика гражданского общества в Швеции состоит в примате личности и политическом участии, именно политическом участии, нежели в предоставлении некоммерческих услуг. Вот что я пытаюсь донести до вас. Здесь важно понимать еще и отношения между государством и гражданским обществом. Это, мне кажется, объясняет многое не только о природе гражданского общества, но и роли в, например, кризисной ситуации, подобной той, в которой сегодня находится Европа. Во многих европейских столицах и городах люди выходят на улицы, и, как определил один политолог, мы видим тектонический протест людей, выходящих на улицы в Италии, Греции, Испании. Это, конечно, признак нездоровья и проблема фактического взаимодействия между государственным аппаратом и гражданским обществом. Тем временем в Скандинавии мы наблюдаем гораздо более низкий уровень уличных протестов, что, пожалуй, говорит о большем здоровье и более сильной связи между гражданским обществом и аппаратом государственного управления. На этом я, пожалуй, завершу свое выступление. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. наш председатель, модератор. Спасибо. Спасибо, Ларс. Да, я думаю. Как обычно, мы начинаем с дам. представляетесь и держу руку, свалится. Наталья Володина, Чуваше. Я выскажу свою точку зрения на гражданское общество в Швеции. Тебе хватит 45 минут? Может быть, с ней согласитесь или не согласитесь. Нет, я буду краткой. Мне показалось, что основы гражданского общества, о которых мы говорим в Швеции, они лежат не в гражданской позиции живущих ваших современников, они лежат в неких формальных традициях, заложенных оттуда из древля. И это передается, передается как естественный восход солнца или закат его. И люди даже не задумываются, гражданское это общество или не гражданское. Государство целый ряд вещей отдало с моей точки зрения просто денег на аутсорсинг в общественной организации, чтобы самим не заниматься распределением этих денег и снять с себя часть вот этой социальной миссии тем, что это отдано, сами там делите, писатели делят там или кто-то еще. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Я смотрю на улицы Стокгольма, я была в 2002 году и вот почти 10 лет спустя, мне кажется, появилось очень много афро-шведов. И очень много людей с юга из Азии едут в Норвегию, в Данию, в Швецию, как раз руководствуясь тем, что это очень сильные социальные государства. Не случится ли так, что гражданского общества вскоре в этих северных странах не будет? Потому что Швеция толерантно принимает всех, европейцы рожают очень мало детей, Восток заезжает, и что люди будут, они, вот тот уровень доверия, который показывали на слайдах, да, вот он, он основан на каких-то простых традициях. Не на осмысление, не на ментальном уровне, что это именно гражданское общество. И что лет через 50, может быть, какое-то гражданское общество сформируется в России, я надеюсь, да, а в Швеции его не будет. Такой вот у меня жесткий прогноз, потому что произойдет просто размыв населения другими этносами, и вот этого единения не будет. Простите за жесткость. То есть, на самом деле, вопрос, как я понимаю, если сухой остаток, о том, нужно ли для сильного гражданского общества единая монолитная культура, и не противоречит ли гражданскому обществу мультикультурализм. Много говорила, она про это говорила. Она говорила про проблемную миграцию. Ну, так это я про это и сказал. Именно про это. Окей. Окей. Как мне? Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за интересный вопрос. И важный вопрос. Вопрос этот заботит многих людей в Швеции. Пожалуй, можно наблюдать две тенденции. вызывает обеспокоенность то, что молодые люди в Швеции не так участвуют в, скажем так, общественной жизни, как прежние поколения. и в известном смысле я сам веду социологические обследования в этой области и могу сказать, что существуют основы и для беспокойности, но в то же время не следует предаваться алармизму или, скажем так, панике. но важно с точки зрения иммиграции то, что группы, которые находятся в наибольшей опасности и наиболее социально уязвимые, не участвующие в жизни гражданского общества, это действительно в первую очередь молодые иммигранты, которые зачастую находят, считают, и действительно для них очень сложно войти на рынок труда и разобраться в каких-то форумах социальных организаций. Конечно же, работа является исключительно важной частью жизни в Швеции и в этой этике. С точки зрения доверия и гражданского общества, и культуры доверия, которая существовала в прошлом, более или менее однородном шведском обществе, и того, что меняется или происходит сейчас, это также актуальный вопрос. Я могу сказать, что за время измерения доверия можно утверждать, что мы видим повышение уровня доверия во шведском обществе, несмотря и даже в период усилившейся иммиграции. Но, конечно, нам не следует придаваться самоуспокоенности, потому что тут существенно важен вопрос об интеграции и вовлечении эмигрантских слоев в гражданское общество. Конечно же, шведское общество меняется. Вспомним, что это была страна, например, всеобщей воинской повинности, а сейчас этого уже нет и нет много лет. Что будет означать усиливающаяся иммиграция и разнообразие форм в шведском обществе? Мы не можем ответить на этот вопрос в настоящее время, но это не означает, что мы стоим на пороге бедствия или катастрофы. Так или иначе, мы должны согласиться с одним, что этот вопрос должен находиться в средоточии этих дебатов. Максим Грефцев, город Ставрополь, Кавказ. У меня вопрос в продолжение. Буквально вчера мы вечером ехали в метро и встретили нашего гражданина. Он студент, житель Екатеринбурга. За полгода он уже выучил шведский язык. Он нам рассказал, что в Швеции бесплатные курсы обучения шведскому языку, и он не хочет возвращаться в Россию, хотя он из очень благополучного города Екатеринбург. И внешне показалось, что он вполне среднестатистический швед уже. По крайней мере, мне так показалось. Вопрос в продолжение. Каковы механизмы трансляции шведских ценностей шведского гражданского общества для этих мигрантов? То, что они есть, это понятно. А каким образом осуществляется трансляция традиции? В США как раз-таки НКО и восполняют этот пробел. Они сотрудничают с приезжими из Латинской Америки, из других стран, обучают, воспитывают, одевают и так далее. А здесь вы сказали, что НКО не очень сильны. Спасибо. Спасибо. за важный и актуальный вопрос. В Швеции действует достаточно разветвленная сеть организаций гражданского общества. Многие из них основаны мигрантами и этническими группами. То есть их в Швеции достаточно много. Кстати, сказать, у многих из них как раз-таки и есть эта функция аккомодации или адаптирования иностранцев или иммигрантов. Однако нельзя сказать, что они настолько деятельны, как, например, в США, потому что все-таки в основном вопрос адаптации осуществляется государственными органами. И люди часто говорят о семье и о сообществе, но основное, чего, конечно же, хотят люди в Швеции и в Скандинавии, это свобода. И это, наверное, основная мощь шведской модели, на мой взгляд. Если посмотреть на иерархию ценностей, диаграмма, которую я показывал, если вы посмотрите на экстраполирование этой диаграммы с начала 80-х годов, вы видите, что общая тенденция всего мира находится как раз таки в векторе развития Швеции. Нравится это нам или нет, но мир в основном развивается в том же направлении, в каком, как мы надеемся, и можно, безусловно, это критиковать, можно говорить, что индивидуализм и гипериндивидуализм это плохо, но так или иначе существуют некие общие закономерности, что ли, или прослеживаемые тенденции, которые ведут мир примерно в русле этого, в этом направлении, по этому вектору. Он уже работает. тут уже. Спасибо большое. Я получила лично огромное удовольствие от этой презентации, огромное вам спасибо. Значит, повторюсь, то, что вы сказали, общий тренд всего мира двигаться, иметь, по крайней мере, не только божество, но и реальную модель это шведское общество. потому что тренд гражданского общества не остановить для сегодня глобализирующейся планеты. Однако все страны другого мира, включая Россию, пока что демонстрируют не только возможность, но и желание властей задушить это слабое движение в собственных странах каким угодно путем, потому что сама идея негосударственной или неодобренной непосредственно государственной деятельности непонятна ни обществу, ни правителям. Мы вот, например, находимся под очень тщательными сейчас проверками, как этот НЖО все абсолютно и среди проверяющих мы чувствуем, что они так же не понимают, а зачем мы нужны. Для себя в школе мы внутри своего коллектива представляем себе нашу стратегическую задачу. Какую бы вы видели стратегическую задачу, предположим, безразлично какой страны, но я спрашиваю о России, как сдвинуться, что должно внутри общества или не знаю, где происходить для того, чтобы сдвинуться с этой точки, где мы сейчас находимся. это очень важный вопрос. когда я выступаю с лекциями, вот я перед ими выступал в Швеции недавно, и мы говорили в частности о том, вот как двигаться в краткосрочном плане и в долгосрочном плане для того, чтобы максимизировать свободу, равенство для разных людей. и я сказал, что ничего не дается даром. Есть хорошие вещи в шведском обществе, в российском обществе, и это происходит, потому что люди за это борются, и эта борьба бесконечна. Основа здесь наша добровольная организация в гражданском обществе. задача заключена в том, чтобы реформировать государство, сделать его более дружественно настроенным к гражданам. Но что я могу посоветовать на стратегическом и на тактическом уровне? Будьте разумными, придерживайтесь своих ценностей, не совершайте самоубийства, будьте осторожны, потому что без таких людей, как вы, прогрессивное движение вперед не будет вообще. Никто нам не отдаст подарок свыше. Борис Рагимли, Азербайджан. Спасибо за очень интересную презентацию. Во время своей презентации вы акцентировали внимание и на религиозный вопрос, поэтому я хотел бы спросить про религию формирования гражданского общества, а в частности о роли религии формирования гражданского общества в исламских государствах. Как вы думаете, что препятствует многим мусульманским государствам сформировать гражданское общество на примере передовых европейских государств? Думаете ли вы, что религия это препятствие? У нас есть ровно 7 минут, он должен бегать на другую лекцию. Я сейчас все буду ограничивать. мысль понятна же. Он написал мне, что он честно должен уходить. Я так не думаю. Посмотрите на историю гражданского общества в широком контексте и вы увидите, что религиозные организации в общем играют принципиальную роль для расширения свобод в мире я не отношу себя к людям, которые стоят на антирелигиозной позиции. Возьмите США или Швецию. Там мощные гражданские движения, они были основаны людьми, которые принадлежали к малым церквям, которые хотели получить свободу от автократического, политического и религиозного режима, например, в Англии и иммигранты, первые иммигранты в Америке. Они ведь убегали от религиозного преследования из Великобритании. И вы можете идентифицировать все фундаментальные свободы США, да и в Швеции, которые возникли в результате этой борьбы. В Швеции тоже в начале 19 века церкви стояли в основе этой борьбы за гражданские свободы. Потом церковь, конечно, объединилась с государством. Ну, скажем, англиканская церковь, шведская церковь, ну, может быть, это и относится к православной церкви в России, близость к государству. В данном случае уже начинает играть отрицательную роль примитивно к свободе, многообразию и плюрализму. То есть, религия может играть разную роль. Что касается ислама, это, на самом деле, очень важный вопрос. Я начинаю сейчас проект, коллеги из Турции со мной, и мы сопоставляем шведскую и турецкую модель модернизации. И мы будем очень внимательно изучать вопрос религиозных влияний, религиозных измерений, что ли, ислам не доизучен в этом вопросе. Нам предстоит много работы и эмпирические вопросы. Вы, конечно, знаете об этом больше, чем я. Меня, конечно, это очень интересует, но простого ответа на ваш вопрос у меня нет. У нас ровно пять минут, потому что ему надо бежать на другое совещание. Давайте, может быть, мы поступим. Вот надо вообще поговорить с ним. Ларс, maybe we should do the following, maybe we should collect questions, okay? Just for you. Absolutely. I'll be quiet. Давайте тогда просто все вопросы соберем вместе, а он туда уже ответит на то, потому что иначе мы не успеем. У кого там микрофон? Пожалуйста, Наташа, да. А здесь следующий. Наталья Лейком, Алтайский край. Я бы хотела уточнить, какие формы взаимодействия гражданского общества и государственной власти вы можете назвать? Открытые формы проявления взаимодействия. Так, представляйся по-разделу. Лебедев Дмитрий, Санкт-Петербург. Ларс, вот вы сказали, что вы занимаетесь социологическими исследованиями и хотелось бы узнать, какие институты гражданского общества пользуются популярностью и доверием у шведов, а какие наоборот не пользуются доверием у шведского общества? Спасибо. Окей. Женя, пожалуйста. Евгения Сосина, Петербург. Максим, отдай. Наша Россия, это страна, в которой совсем недавно все было нацелено на общественное благо, а спустя, ну, 20 лет назад мы стали нацелены на индивидуальное. И вот эти крайности, они у нас не получаются. У вас есть, ну, некие идеи по поводу того, как достичь вот этого среднего? Максим, пожалуйста. Максим Новиков, город Тверь. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Наверняка же есть шведы, да, этнические шведы, которые недовольны существующим положением дел в Швеции, которые говорят вот та стабильность, вот та симфония, то гражданское общество, что вы построили, оно, наоборот, вредит стране, но они, допустим, социалисты, националисты, других мнений, люди с другими мнениями. Как они встраиваются в ваши взаимоотношения, да, вот, в ту концепцию, что вы нам предложили? Спасибо. Окей. Галя, да. Галина, Ростов, на минуту. Я скажу, что генинградские общества, которые создают свои элементы гражданского общества, направленные на адаптацию к Швеции, они не сохраняют ли функцию еще и сохранения традиционной культуры? И тогда как традиционная культура сочетается с формированием индивидуализма? Спасибо. Володя, пожалуйста, поднимите руки, кто еще хочет, или он последний уже? Окей, последний. Спасибо за интересный доклад. Бебих Владимир, Тюменская область. Вопрос о просвещении. Вы сказали как раз об американском опыте, говорили, что НКО является локомотивами. Это, несомненно, так, для того, чтобы быть состоятельным, будь то в политике, будь то в обществе, нужно, как минимум, заниматься волонтерской деятельностью, участвовать в НКО и так далее. Это в резюме, как часть, ну, что называется, но близ во ближе. А вот с точки зрения шведского общества, как вы формируете этого гражданина? Какие каналы коммуникации используете? Это передача на телевидение? Это школа? Какие-то предметы? Спасибо. Все, да, ребята? Спасибо. Ларс, your final concluding remarks. Много вопросов? Очень хорошие. Не знаю, смогу ли я ответить на все. Я прошу прощения сразу за это, если не отвечу на все. Взаимодействие между городским обществом и государством система комиссии компенсации. Существуют здесь некие комитеты, которые существуют на разном уровне управления. И это относится и к политическим фигурам, и к ученым, и к общественным деятелям. Вот они, представители гражданского общества. Таких комитетов где-то 200-300 вот сейчас в Швеции. И они охватывают разные темы. Какие-то мелкие отдельные вопросы, изменения в законодательстве, связанные с рыболовством. Конституционные вопросы. Я в прошлом году заседал в такой комиссии, и речь шла о будущем Швеции. Возглавлял эту комиссию премьер-министр. Но на самом деле вот эти такие крупные комиссии менее результативно работают, чем маленькие комиссии. Они такие решают конкретные вопросы. Но вот есть такая связь, и это чрезвычайно важно. Дальше. Сейчас сам не могу прочитать, что я там написал. Так, еще раз бы надо послушать вопрос. Не помню, что я там записал. А, индивидуальная и общественная баланс. Да, коллективная, индивидуальная. Что здесь важно? Что произошло в США? Да, это же происходит и в России. Вы движетесь от ситуации, когда вы считали, что государство играет центральную роль в создании ресурсов, там, школ, например, и так далее. И вот вы теперь на пути к тому. Национальные интересы заменяются индивидуальными интересами. семья занимается воспитанием своих детей. Все чаще в Швеции мы придерживаемся модели общества, модель социальных инвестиций. Вот так. То есть, есть некий общественный договор. Мы все участвуем в этом договоре. у нас есть система национального страхования. За это мы платим через налоги. Далее есть производственная сторона, которая позволяет решать разные вопросы по-разному, использовать какие-то разные каналы. И имеется в виду, что существуют разные школы, разные системы здравоохранения. важно, остается ли идея этого общественного договора, в котором мы участвуем все. И в этом есть фундаментальные инвестиции и для государства, и для отдельных граждан. Мы делаем эти индивидуальные инвестиции, и от этого выигрывают и человек, и общество. Вот что на самом деле важно. И это нужно обсуждать на политическом уровне. Свобода в этом отношении это то, что мы создаем вместе для себя, но и для общества в целом, а для общества, в котором мы живем. Опять же, нужно доверять друг другу. Если у нас общество высокого доверия, у нас, так сказать, относительное равенство, конечно, в таком обществе меньше вероятность, что вас убьют или ограбят. Так, был вопрос о шведских демократах и шведская демократия, так сказать, там есть, кстати, вопросы, связанные с эмиграцией. Многие выступают против эмиграции в Швецию. Что мы здесь видим в этих дебатах? Вот где предел, так сказать, терпимости? Видим ли мы будущее в Швеции? Когда у нас будет такая пестрая ткань, будут представлены разные религии, разные этнические группы, и вот все они будут жить вместе, или мы должны вернуться к однородности, что ли, нашего общества, и на этом строить политику. Этническая однородность, я имею в виду. Но слева, например, в Швеции, есть многие, кто к исламу относится с большим подозрением, не говорят, что эти люди смотрят по-другому и на вопросы пола, на вопросы равенства, на вопросы воспитания детей и справа, и слева. Существуют сложности, если угодно, при решении вопроса о будущем Швеции, насколько Швеция должна быть многообразной и разнообразной и стороной, все это очень интересные вопросы, то, что вы спрашиваете. Конечно, необходима свобода выражения разных организаций и, конечно, нам нужна дискуссия, хотя в ходе этой дискуссии иногда какие-то конкретные люди могут и пострадать, и их интересы могут быть ущемлены, но нам мы должны либо ограничить неравенство между полов или в вопросах религии неравенство должно быть снято, но это все должно быть обсуждено, все это должно обсуждаться в обществе и для этого существуют те организации, о которых я только что сказал. Что касается образования, очень интересный вопрос о том, как вы создаете граждан, то есть, как мы создаем граждан в своей стране. да, вы этот вопрос задали. Ну, у нас были какие-то курсы, вот в США такие курсы были по гражданскому воспитанию, и мы сосредотачивались на том, что нужно для того, чтобы стать гражданином. Я думаю, что иногда этот вопрос мы воспринимаем без достаточной серьезности. гражданское общество это такая школа демократии. Вы работаете в демократических организациях и понимаете, как стать гражданином на низовом уровне, и ваше членство в обществе приобретает какое-то значение. В чем здесь опасность для Швеции? Высокий индивидуализм, который мы наблюдаем, и я об этом уже говорил, и в долгосрочном плане. Это может привести к тому, что люди будут меньше участвовать в жизни гражданского общества, они потеряют свои гражданские инстинкты. Это очень важный вопрос. Его обсуждают в Швеции, может быть, обсуждать его следует больше. Я, наверное, не на все ответил. Да-да-да, был еще такой вопрос. Кому доверяют больше, кому меньше. В зависимости от того, кому вы задаете этот вопрос, вы можете получить разный ответ. Много ведь ассоциаций всевозможных организаций в Швеции, и какие-то вы больше уважаете, какие-то меньше. Совершенно не обязательно это связано с религией, например. Ну, вот мусульманские организации, наверное, к ним относятся с неким подозрением. Они развились в Швеции за последние 10-15 лет. Вот их, так сказать, существование серьезно обсуждается в Швеции. Вроде бы мы, с одной стороны, за мультикультурализм и говорят, что иммиграция это хорошо. Но вот, например, в какие-то комитеты выбирают мусульман, да, но мусульманские организации в Швеции, они приглашают людей в своей организации. И есть лидеры других мусульманских организаций, которые, так сказать, выступают с не шведских позиций, иногда даже с антисемитских позиций, или там у них свое мнение относительно там однополых браков и так далее. Что это значит? Мультикультурализм, он приемлем в теории, а на практике возникает вопрос и в этом контексте вот организации в Швеции, которые представляют, так сказать, ту логику, о которой я говорил, они нормальные, а вот другие организации, которые, скажем, борются за права гомосексуалистов и так далее, или вот то, что связано с мусульманами, они могут вызывать какое-то подозрение. иначе такими организациями у вас возникают некие проблемы. Спасибо вам большое за вашу лекцию. You understand Russian? Now I do. Спасибо вам большое за вашу лекцию. Надо сказать, что мы много раз на наших семинарах обращались к этой теме, но признаться, вот может быть даже это первый раз, когда мы столкнулись с такой ясностью и удивительной эмоциональностью в разговоре об этом. То есть вы заразили. И в связи с этим хотелось бы вам предложить и попросить вас, если получится у нас совпадение в графиках, попытаться приехать к нам в Москву и в большей аудитории поговорить на этом, потому что это книжку сказать ему, что вот публично, потому что если индивидуально, он может отказать, а публично ему отказать будет очень сложно. Юра говорит, что публично попроси у него книжку. Окей. Спасибо большое. Thank you.